Всем привет! Собственно, кому это всем? Ютуб про вас много не рассказывает, максимум о том, мужского или женского пола вы, если вы сами, конечно, это верно указали, а также про страну, откуда вы запустили мой видос. При этом градус велосипеда фанатизма остается под навесом тайны, и тут даже статистики от гугла не помогут. Я придумал, однако, тест получше. Сегодня мы посмотрим, кто из вас, кого из вас можно назвать настоящим велофриком. Для этого статуса ваша реакция на это видео должна быть примерно такой. Ммм, скукота об этом гаджете, мне еще бабушка рассказывала. Окей, давайте начнем. Слышали вы когда-нибудь о производителе B-Seddle? С соседним городом Би-Лефельдом он не связан, но зато делает необычные, высокоиндивидуализируемые седла, в том числе для шоссейников и триатлона. Здесь хочется отвлечься от конкретного седла и обратиться к седлам в общем. Ожидания покупателя различаются в зависимости от их опыта. В одной группе катальцы уже нашли подходящее седло. Оно отлично подходит, ну по крайней мере не доставляет дискомфорта. Единственное, что с ним можно сделать, это облегчить, купив модель, скажем, с карбоновыми рельсами. В другой группе все хуже. Эти катальцы испробовали десятки различных поджопников, каждый раз испытывая отдаленные от комфортабельной езды ощущения. Таким людям важен прежде всего комфорт, а вес отходит на второй план. Вот именно для таких и существует B-Seddle. И судя по всему, таких людей немало, иначе контору можно было бы закрывать. Рассмотрим одно из седел. AXT Stealth. Можно выбрать различные рельсы, крамоли, титан или карбон. Последние лучше всего только для шоссе или триатлона, а не для гревела или MTB. За карбон вы и доплатите солидно, в общей сложности 350 долларов. Однако, по меркам велоиндустрии, такое седло и сэкономит более 100 грамм относительно крамоли. Впрочем, B-Seddle это вообще не о весе, они реально очень тяжелые. Причем карборельсы лишь приближают немного эти седла к весу обычных за 10-20 долларов. Но, как уже сказал, вся прелесть не в этом. Ведь экономия в сотню-другую грамм не сделает вас быстрее, если пятая точка превращается через полчаса поездки в точку военного конфликта. Посмотрим. Седло можно сделать шире или уже, сзади или спереди. За счет изменения положения отдельных лепестков седла относительно их оси, можно изменить плоскость самого седла. Все закрепляется отдельными болтами, с чем, видимо, и связан такой вес. Думаю, при желании можно заказать титановые болты и все сделать немножко легче. Ценник начинается от около 200 долларов, но для определенного круга пользователей это станет лучшей инвестицией. Сами подумайте, столько всяких вещей должны обладать кастомностью, почему бы и не седла, которые зачастую выходят разве что в двух-трех разных размерах ширины, да еще и не во всех этих вариантах предлагается в розничной продаже. Есть выражение, у тебя руки растут из пятой точки. Это плохо, потому что руки слабые, но для быстрой езды на велосипеде нужны как раз сильные ноги. И следующий продукт поможет увеличить силу как раз ног без дополнительного веса. Именно на велосипеде. Power Cranks. Это система шатунов, с которой можно наблюдать конструктивную особенность. Каждая нога отвечает сама за себя. Вы наверняка испытывали такое чувство, а если нет, то просто выстегните одну ногу и попробуйте покрутить другой. Вот такое же чувство будет с Power Cranks, только со встегнутыми обеими ногами. К минусам такой системы, думаю, основной минус это таки стоимость. Вы можете ознакомиться с ценниками на сайте, но настраивайтесь на топ-ценники. Крутить такие педали крайне сложно. Ну, вспоминайте кручение одной ногой, да и если правильно помните, там не только мышцы ног были задействовать, но и туловище мышцы тоже напрягаются, чтобы стабилизировать все тело. Однако это лишь первое время, ведь тренируются обычно как раз для того, чтобы приспособиться ко все более возрастающему уровню напряжения. В конечном итоге, когда ваши соответствующие мышцы и мысли окрепнут, то можно будет катать без проблем. Поначалу, однако, имеет смысл использовать Power Cranks на станке. Но и к плюсам, конечно, которые безусловно больше, вы улучшите технику педалирования, стабилизирующие мышцы окрепнуть, особенно если вы из-за травмы долго не катались и вам нужно восстановление. Эти шатуны могут стать отличным помощником. Кроме всего прочего, эти шатуны в итоге улучшат вашу производительность, так как в том числе улучшения пройдут и на нейромускулярном уровне. Эти шатуны подойдут не только для вела, но и для бега, то есть помогут и триатлету, ведь обе ноги по всему кругу задействованы, но в отличие от бега вы не приземляетесь на землю. Здесь опять-таки замечательно было бы увидеть какие-либо исследования. Эти штуки уже сто лет в обед, как на рынке, и можно прочитать тону позитивных и несколько негативных отзывов, но я лишь скажу, что если вы нацелены на шатуны ТХМ или ваттметр СРМ, то, возможно, имеет смысл попробовать именно Power Cranks, при этом даже сэкономить. Особенно, если вы и так тренируетесь на велостанке. Про велостанки или велотренажеры, кстати, недавно было подробное видео. Зацени где-то сверху. Итак, мы садимся с комфортом на новое седло. Встегиваемся, начинаем крутить новые крутые шатуны. Но как ехать без колес? Недавно, кстати, Michelin представили свои безвоздушные шины для авто. Выглядит очень интересно, или можно сказать необычно. На около 50% состоят из-за рециклата, очевидно, не боятся проколов и даже обладают повышенным комфортом. Но это все авто и будущее. Что уже лет как 20 на рынке, но чего я сам никогда не видел, это ERV. Energy Returning Wheels. Колеса, наверное, отдаленно напоминают принцип Michelin, но используются для велосипеда. Хотя от этой фирмы есть и шины для авто и других транспортных средств. Основное преимущество, о котором можно сказать без тестирования, это полное отсутствие проколов. Это вам не без камерки. Но тем же качеством обладают и покрышки, которые полностью состоят из каучука, резины. ERV при этом могут быть сделаны под ваш вес, то есть все еще имитирует давление в колесах, предлагая определенный и тут сразу к минусам фиксированный уровень комфорта. Да, их не нужно накачивать, они прослужат дольше, но и давление выбрать не получится. Хотя, если вы катаете с одним и тем же давлением на шоссе, как я, то это не проблема для вас. Фирма американская и покрышки, как и Carbon, собственно, целое колесо производится там же, на той же фирме. То есть все молды и прочее там. И здесь, конечно, вопрос финансов, почему они до сих пор ничего не выпустили, а лишь доводили продукт до перфекционизма. В любом случае, такая инновация по мне. Серьезно, на совершенно офигевшем, высокомерном рынке велоиндустрии столько нововведений, которые продают как революцию, а по факту они даже не нужны. Что, видя вот такие вот проекты, испытываешь чувство благодарности, что живешь в такое время, в котором все еще есть творческие и одновременно в технологическом плане интересные проекты. Но относительно AirV, стоит определенно подождать финальной версии. Я с ними, кстати, тоже связался. Так сказать, пробить ситуацию, пока вот бета-тесты идут. Если вы спросите меня, как я отношусь к отмене показаний дизлайков, мне примерно все равно. Мне приятнее читать комментарии, а лайки, дизлайки, они для продвижения видео больше, чем для интерпретации настроений публики. Поэтому не забывай продвигать, оставляй не только лайк, но и комментик с мыслями относительно гаджетов. И да, тест на этом закончился. Найдем ли мы настоящего велофрика, который знал бы обо всех этих гаджетах до выхода данного видео? Ммм, интересно. Давайте, да-да. Все. Спасибо.